Добрый вечер, дорогие телезрители! С вами Энергия Удачи на Рико ТВ. Неизменно мы выходим по воскресеньям в наше назначенное время в красно-белой студии проекта Энергия Удачи. Здравствуйте, уважаемые друзья, на календаре 6 октября 2019 года и сегодня вместе со мной эту программу проведет очаровательная девушка, ее зовут Ксения, она является менеджером торгового дома Энергия. Ксения, вот скажи, уже пролетел сентябрь, вот любишь ли ты осень? Вот я не люблю осень, а ты? Терпеть не могу осень. Терпеть не можешь, да? Но, тем не менее, осенью много у вас, ваших покупателей. Очень много, сезон. И самое главное, друзья, что все эти девушки, которые трудятся в торговом доме Энергия, всегда улыбаются и всегда рады любому клиенту, как и мы, участникам проекта Энергия Удачи, с которыми мы вас познакомим совсем скоро, сегодня, 6 октября. Поехали, заряжаемся энергией этой осенью в проекте Энергия Удачи и с торговым домом Энергия. Проспект Санкибай, Батыра, 72. Не проезжайте мимо! Энергия Удачи на Рико ТВ. Ну вот, знаешь, всем девушкам из торгового дома Энергия я задаю вопрос. Какой их любимый предмет в школе? Ну, был математик. Математик, то есть любила считать? Любила. Ты знаешь, а я никогда не любил, вот честно, математику, просто для меня предмет математики был очень непонятен и сложен. Сейчас я изучаю иностранные языки и, опять же, я говорю, старею, видимо, буду как Якубович вести программу. И мне это в это удовольствие доставляет, да, все. Потому что в Энергии всегда разные люди, всегда разные ведущие, всегда очень хорошие попадаются ребята, которых мы сегодня приветствуем. У нас в гостях под аплодисменты. Вот, 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 видно, что скоро у них будут каникулы, наверное. Давайте знакомиться. Меня зовут Архимжан, я учусь в 11 классе, в 11 школе. Вот как складно получается, 11 класс, 11 школа. Архимжан, чем вы занимаетесь в свободное время? В свободное время я занимаюсь учебой. Учебой, молодец какой. А есть уже предпочтение в выборе профессии? Изначально хотел с детства быть программистом, но вскоре передумал и решил стать инженером. Инженером. Ну что ж, серьезная профессия, и это здорово. Но уже был день учителя, вы поздравили своего любимого педагога? Да, у нас их было два, а то и больше. Мы поздравили всех, начиная от классного, заканчивая директором. Это было замечательно. Вот у многих 11-классников мы с моими соведущими, которые меняются, задаем вопрос. Вы жалеете, что школа заканчивается? Либо думаете, скорее бы закончилась школа и наступили студенческие будни? Как говорят многие в интернете, они жалуются на то, что школа заканчивается, и вот начинается взрослая жизнь, работа, кредиты, деньги. Ну это здорово, что вы подметили кредиты, да. Наш второй участник, давайте с вами познакомимся. Меня зовут Акимов Алексей, я учусь в 11-м классе, в 11-й школе гимназии. То есть 11-11, а вы друзья и одноклассники получаете? Лучшие. Лучшие друзья? Как давно дружите? Год. Год. Молодцы. Молодцы. Так, Алексей, чем вы занимаетесь? Ну, сейчас большинство времени уходит на учебу, на подготовку к поступлению, а также на добивание Алтенбельга. Вау, вы идете на золотую медаль. Да. Здорово. Молодец. Ну, а в будущем планируете кем стать? В будущем планирую, прямо сейчас я не могу сказать, кем именно хочу стать, но планирую связать свою жизнь с физикой, математикой. Здорово. Какой-нибудь технической специальной. Так, смотрите, Ксюша сегодня сказала, что математику в школе любила. Вы тоже в математическом уклоне, да, большую часть уделяете. Это здорово. И наша третья участница сегодня. Давайте познакомимся с вами. Здравствуйте, меня зовут Жуку Паваруна, и я тоже учусь в 11 классе, в 11 школах. Одноклассники или с разных классов? Нет, мои одноклассники. Здорово. А вы сегодня посетили нашу программу. Давайте поаплодируем. Впервые, да? Да. Смотрите, вы можете здесь заработать собственным умом денежный приз от торгового дома «Энергия». Вот, эти деньги вы можете потратить куда вам угодно, и только один из вас может выиграть суперприз программы «Тоже деньги от торгового дома «Энергия». У нас есть шесть тем. В каждой теме по несколько вопросов. Если вы правильно отвечаете, нажимаете на кнопочку. Если неверно отвечает Рахим, Жан, Алексей и Ару, то мы объявляем правильный ответ с Ксюшей. Соответственно, тот человек, который набирает наибольшее количество правильных ответов, мы ему предлагаем участвовать в суперигре, где как раз-таки есть возможность стать обладателем суперприза от торгового дома «Энергия». Вы можете отказаться от суперигры и забрать те деньги, которые заработаете в первом туре, но это будет только один участник. Остальные все, кто сколько заработает, тот и заработает. Не перебивать друг друга основная наша задача, и, соответственно, отвечать грамотно и правильно в проекте «Энергия. Удачи». Давайте посмотрим темы сегодняшнего эфира. 6 октября на календаре, осень продолжается, но а мы ни в коем случае не унываем, друзья. Смотрите нас в онлайн на сайте www.riktv.kz. Темы в студию, пожалуйста. У нас сегодня учат в школе, так как день учителя прошел, но мы всегда должны помнить о наших преподавателях. Биология, изобретения, растения, музыка вокруг нас. Здесь мы угадываем композицию либо исполнителя. И тема физики. Ну, смотрите, прям как под вас тему подобрали. Рахимжан, давайте с вас начнем сегодня. Вы у нас открыватель 11 класса, 11, точнее, 6 октября программы 11 школы. Давайте, выбирайте тему. Какая вам близка? Что выбираем? Биология. Биология. Итак, вопрос по биологии. Какого цвета мех у животных альбиносов? Кто быстрее на кнопочку? Белый. Белый, совершенно верно. Ару получает свой первый денежный приз. Ребят, здесь еще важно в нашем проекте очень быстро. Чем быстрее вы отвечаете, тем быстрее вы получаете деньги. Да, Рахимжан, вы хотели что-то сказать? Звукового сигнала не было. Звукового сигнала не было, а у нас сигнал появляется на экране. Вы можете следить за этим. Ару, выбирайте. Биология. Вопрос по биологии. Что означает слово sapiens в научной классификации современного человека? Это означает разумный. Разумный, Алексей, верно, да. Hono sapiens. Выбирайте. Да, пожалуйста. Давайте физика. Давайте физику. Вопрос, какими приборами измеряют силу толка, тока? Амперметр. Совершенно верно. Ну, это знают все девчонки из торгового дома «Энергия». Самые красивые, самые лучшие. Все восхищаются, когда приезжают в город Октябрь и говорят, у вас есть там такой торговый дом «Энергия». Я как-то летел в самолете с иностранцем и понял, о чем он говорит. Оказывается, у него сгорела лампочка, он пришел в «Энергию». Был восхищен, что такой сервис и такое отношение к покупателям и клиентам. Выбирайте, Алексей. Так, давайте выберем музыку. Музыка вокруг нас. Звучит композиция, нужно выгадать. Кто быстрее? Рахим Жан, подтягивайтесь, подтягивайтесь к нам. Итак, музыка, пожалуйста. Итак, Ару. Мод. Совершенно верно, это мод. Современный исполнитель. К сожалению, я не слушаю подобную музыку. Если у меня, конечно, очень плохое настроение, тогда я включаю. Не в обиду у компании «Блэк Стар». Поехали дальше. Растение. Растение. Итак, вопрос. Какое растение сжется? Архим Жан? Крапива. Совершенно верно. А значит, вы выбираете, если правильно ответили. Учат в школе. Учат в школе. Всем преподавателям привет, Большой Пламенный. И с прошедшим вас днем учителя. Название какого фильма перекликается с любым периодом ученика в школьные будни. С любимым периодом ученика в школьные будни. Название какого фильма перекликается с любимым периодом ученика в школьные будни. Это фильм, ваши родители точно знают, но я смотрел. Ты смотрела, Ксюша? Не смотрела фильм. Есть маленькая, а есть, ну, по крайней мере, в мои школьные годы были. Переменка. Какая? Маленькая? Маленькая. А фильм называется? Переменка. Нет. Большая перемена. Ладно, засчитаем. Ну, хотя Рахим Жан так старался. Переменка. Перемена, большая перемена. Помните такой фильм? Ну, название хотя бы на слуху было когда-либо. Хорошо. Алексей, выбирайте. Ну, давайте поактивнее. Давайте, ребят, зажигаемся. Физика. Итак, какими носителями электрического заряда создается ток в металлах? Электронами. Электронами, совершенно верно. Видно, человек физику, математику хорошо знает. Давай, выбирай. Так, наверное, второй раз по музыке пройдемся. По музыке пройдемся. Давайте пройдемся так по музыке, так пройдемся. Внимание. Так, ваш ответ, Алексей, вы первые нажали на кнопочку. Это случайно не две Маши? Две Маши, совершенно верно. Не случайно, а очень случайно. Две Маши, совершенно верно. Алексей, выбирайте. Так, давайте про школу. Давайте, учат в школе. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Итак, вопрос. Что есть у всадника, петуха и ученика на контрольной? Что есть у всадника? Шпора. Совершенно верно. Или мы говорим шпаргалки. Слушайте, а вы когда-нибудь шпаргалки готовили? Честно. Конечно. Расскажите, как сейчас это делается? Я, по-моему, от всего мира отстал. Сейчас большинство просто готовится, но всегда носим в карманах, в носках. Вау, даже так. В пиджаках, в телефонах. Отлично. Выбирайте, Алексей, себе тему без шпор. У нас шпор нет в проекте. Так, что выбираем? Быстренько, быстренько. Думаем, 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 думаем. Давайте изобретение. Изобретение выбрал Алексей. В какой стране изобрели бумагу? Варианты ответов я не даю вместе с Ксюшей. Бумагу изобрели где? Египет. Нет, не в Египте. Так. Китай. Нажимай на кнопку активнее. Китай. Рахимжан и ответил верно. Действительно, в Китае изобрели бумагу. Рахимжан, ну выбирай, лучший друг Алексея. Какую тему жаждешь? Физику. Физику, хорошо. Итак, единица измерения работы в системе Си. Алексей был первый. Совершенно верно. Алексей очень быстро выбирает тему, чтобы нам побольше накопить денег. Давайте добьем физику. А давайте добьем. Температура, при которой нагреваемая жидкость превращается в газ, называется... Температура кипения. Температура кипения, совершенно верно. У нас, кстати, по физике еще есть вопрос. Можете выбрать дальше. Ну давайте до конца. Давайте. Какой вид тока в бытовых розетках? Переменный или постоянный? Переменный. Переменный. Совершенно верно, Ару. Ару была первой. Чуть-чуть не хватило. Несколько секунд у Алексея. Ару? Биология. Вопрос по биологии. Итак, как называют в списке редких, находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных? Кто первый у нас был? Алексей. Алексей был первый. Красная книга. Красная книга, совершенно верно. Ваш ход. Так. Музыка. Музыку продолжаем. Ну давайте послушаем, кто следующий у нас. Мы просто пчелы. Так. Алексей. Моя любимая песня. Да? Какая? Пчела. Я пчеловод. 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 Хорошо. Рад. Совершенно верно. А нам по видео. Вот моя дочка очень любит эту песню. А ты любишь пчеловек? Слушайте, вот по сути в песне нет никакого смысла, да? Но как ее любят дети, они просто слышат, начинают двигаться непонятно как. Выбирайте, Алексей, у нас все понятно в программе. Давайте изобретение. Изобретение. Внимание, вопрос. Что по легенде, упав не тонну, на голову навело его на мысль всемирного тяготения? Яблоко. Яблоко, совершенно верно. Выбирайте. Учат в школе. Учат в школе. Как называют чтение книг за рамкой школьной программы? Внеклассное. Классное чтение. Ару. Дальше. Проснулись наши ребята. Молодцы. Растение. Давайте растение. Хорошо. Итак, какое растение считается символом мира? Какое растение считается символом мира, ребята? Три, два, один. Правильный ответ. Алива. Переход хода Арахимжан вновь к вам. Выбирайте тему. Растение. Растение. Итак, самая высокая трава. Алексей? Бамбук. Бамбук. Совершенно верно. Выбирайте. Так, физика закончилась? Физика есть. Давайте. Какой вид тока в бытовых розетках переменной мы уже сказали? А как называется прибор, накапливающий электрические заряды? Конденсатор. Совершенно верно. И на этом тему физики мы закрываем. У нас остается пять тем. Ну что ж, выбирайте из пяти одну. Какие еще мы темы не брали? А мы не брали, практически все брали. Давайте. А мы не брали и брали. Учат в школе. Учат в школе, хорошо. Школьный будильник, что это? Звонок? Звонок на урок. Совершенно верно. Дальше. Так, музыку. Музыку продолжаем. Давайте послушаем. Музыку. Запомни, есть у нас правила одни. Алексей, а ну-ка скажи. Знакомый. Знакомый? Ну, нажал на кнопку. Я люблю вас слушать. Макс Корш, совершенно верно. Ну что ж, дерзай дальше. Алексей. Так, биология. Вопрос по биологии. Какой микроорганизм называется туфелька? Ваш ответ? Да. Инфузория. Инфузория. Ваш ход? Давайте изобретение. Изобретение. Название какого изобретения можно перевести как звук издалека. Пользуемся каждый день этим. Каждую секунду. Ару. Телефон. Телефон. Совершенно верно. Ну что ж, ребят. Первый тур пролетел так незаметно, что я даже сам не почувствовал. 6 октября с одной стороны. Хочется зимы уже. Осень уже надоела. Но вы не надоели нам, потому что сейчас Ксения приступает к подсчету голосов. Ой, какая хорошая сегодня игра. Даже одну тему мы просто вопросы исчерпали по одной теме. Но кто у нас будет в лидерах, мы узнаем совсем скоро в проекте «Энергия и удача». Сегодня за звание лучшего и за главный приз от торгового дома «Энергия» борются три учащихся 11-й школы 11-го класса. Все они, ребята, очень талантливые, очень умные. Но насколько они умные и сколько заработали денег собственной головой, узнаем через несколько секунд в проекте «Энергия и удача». Остановитесь на Красном, проспект Сан-Кибай-Батыра, 72. И вы не пожалеете, выбирайте лучших. Потому что халтурщиков в городе много. Рахим Жан заработал 1500 тенге, Алексей – 7500 тенге, Ару – 2500 тенге. Вот с такими результатами закончился первый тур проекта «Энергия и удача». Сегодня, воскресенье, 6 октября. Еще раз повторим. Рахим Жан, 1500. Аплодисменты Рахим Жану. Рахим Жан, молодец. Представляешь, за короткое время это сделал. Алексей – 7500 тенге. Ару – 2500 тенге. Тысячу тенге получает. Ребят, на самом деле всегда интересно проверить свои знания. Не только за оценку, но еще за это, когда платят. Мы не платим за съемки, мы платим за ваши интеллектуальные способности здесь в проекте «Энергия и удача». Потому что вопросы мы сами видим только перед записью нашего эфира. И по правилам. Мы предлагаем участвовать в суперигре только одному человеку. Сегодня у нас финалист Алексей. Готовы ли вы увеличить с 7500 до 10? Но имейте в виду, если вы неверно ответите на вопрос суперигры, ни 10 тысяч, ни 7500 вы не получите. А Рахимжан и Ару уже заработали свои деньги. Вы можете получить 7500, если откажетесь от суперигры, либо 10, если согласитесь. И верно ответите на вопрос суперигры, который мы тоже не знаем. Ну, я считаю, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Ну, в 11 классе уже можно. Мы не рекламируем, да, и не пропагандируем. Мы просто говорим. Рискнем? Рискнем. Итак, сейчас наши юные зрители зададут вам вопрос. Что это за вопрос, мы ни вы, ни мы не знаем. Просьба Рахимжана и Ару не подсказывать. Ксюша тоже. Итак, суперигра. На кону 10 тысяч сеньгер. Внимание, вопрос. А сейчас вопрос суперигры. Назовите мальчика, литературного героя, которого автор наделил способностью никогда не стареть. Итак, литературный герой, которого автор наделил вот таким вот свойством, чудом, никогда не стареть. У вас ровно одна минута, Леша, время пошло. Итак, вопрос суперигры. Верно ответите, будут ваши денежки в кармане 10 тысяч. Неверно ответите, ну, соответственно, извините, 7 с половиной проиграете. Кто же этот мальчик? Я хочу вам сказать, Алексей, что потрясающие знания по физике и математике, а вот попался вопрос по литературе. Я, честно, переживаю за вас. Сможете ответить или нет? 10 тысяч все-таки на кону. Вот его имя или фамилия, я вот, честно, не знаю, очень люблю литературу, состоит из двух частей, либо из одной части. Вот мальчик никогда не старел. А в одном из иностранных фильмов была постановка, связанная именно с этим рассказом. Иностранных фильмов. Итак, прозвучал гонг, дальше мы не можем, как говорится, вас вытягивать. Я предположу, все же, я хотя так сильно не увлекаюсь иностранной литературой, это мальчик Бен. Ну, что-то похоже. Что-то похоже. Его подскажем, Ксюш, может быть, чуть-чуть. Вот, ну, чтобы сравнили. Бен, ну, связано. Бэм, бэм. Созвучно. Так, созвучно, созвучно. Подумайте хорошо, Алексей, подумайте. А, это же Питер Пен. Питер Пен, ну, совершенно верно. Браво, 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 Питер Пен. Мы поздравляем, Алексей, вас вытянули, вытянули вас просто. Мы хотели, чтобы вы так показали свои знания в области физики, математики, а сейчас раз и литература попалась. Но мы их сами не знаем, на самом деле, не судите строго. Десять тысяч ваши друзья, мы вас поздравляем. А теперь вы можете очень-очень быстро поздравить любимого своего педагога, любимую школу с прошедшим днем учителя. У вас есть такая возможность, поехали. Я поздравлю всех своих педагогов, не буду выделять одного. Дорогие педагоги, поздравляю вас с днем учителя. Желаю вам, в первую очередь, это здоровье. Также вам стальных нервов с новой обновленной программой. Это очень сложно для вас, для новых ДНТ. Но я думаю, мы справимся. И самое главное, удачи вам. Ару. Также хотела бы поздравить всех учителей своей школы. Желаю вам счастья, терпения, сил. Чтобы продолжать работать, также успешной карьеры и много денег. Архим Жан. Желаю всем счастья и ученикам, и учителям. Все это заслужили. Новые учителя, конечно, внесли огромный вклад в наше будущее и в будущее следующие детей. И, конечно, было бы очень замечательно, если бы продолжались развивать их и появлялись новые учителя все лучше и лучше. Так мы дойдем к новую эру. Это здорово. Ну что ж, друзья, ну а мы увидимся не в новой эре, а в новых выпусках проекта «Энергия и удачи» в октябре. Следите за нашими лентами, а также за нашу программу вы можете увидеть на сайте rick.v.kz в YouTube и в социальных сетях. Так, Ксюша, я готов увидеться с тобой на следующей неделе вновь в воскресенье, в октябре. Всем удачи, хорошего настроения. Завтра понедельник. Идем на работу и в школу просто счастливыми. Всем пока, дорогие друзья. Торговый дом «Энергия» желает вам всех благ. Субтитры создавал DimaTorzok